Привет друзья, ставим лайк и поехали! Тело неизбежно стареет, но это не значит, что с ним стареет и сам человек. Ведь человек это больше чем тело. Человек это в первую очередь душа. А душа может оставаться источником вечной молодости даже тогда, когда кожа обвисла, а волосы посидели. И это факт, даже если вы не верите в астрологию. Далеко не все люди чувствуют себя на свой возраст. Большинство людей воспринимают себя как продолжение своего молодого воплощения. Всем нам кажется, что нам где-то от 20 до 35. Но есть такие знаки, которым сохранять душевную молодость удается лучше других. Можно даже сказать, что они рождены для вечной молодости. Итак, поговорим о них. Стрелец. Стрельцы в принципе не могут повзрослеть. Вечная тяга к приключениям, путешествиям и переменам составляет основу их личности. Так что и в старости они будут оставаться такими же неугомонными. И что самое интересное, у них на все будет хватать энергии и жизненных сил. Стрельцам остается только позавидовать. Лев. Львы с возраста могут немного подрастерять задор. Но молодость души и склонность к оригинальным поступкам у них остается. Они всегда будут хотеть любить, причем не только себя. Всегда будут хотеть, чтобы ими восхищались и ради этого идти на весьма странные и экстравагантные поступки. А уж общаться с молодежью Лев любит особенно. С ними же можно опытом делиться, ловя восторженные взгляды. Овен. Овнам просто некогда стареть, ведь старость это проигранная битва с возрастом. А овны пойдут на все что угодно, чтобы не проигрывать никому и ни в чем. Так что они до преклонных лет сохраняют бодрость, вспыльчивость и оптимизм. А вот готовность обучаться все же несколько снизится. Так что придется компенсировать нехватку знаний активной деятельностью. Рак. Раки не меняются, ведь изменения это слишком тяжело в психологическом плане, так что можно сказать, что они остаются молодыми душой. Правда за этим зачастую скрывается обидчивость, повышенная чувствительность и острое нежелание разбираться с теми проблемами, что они касаются непосредственно их самих, причем здесь и сейчас. Дева. Девы если и меняются, то только количественно, а не качественно. Они становятся более осторожными, более проницательными, более успешными, но по сути остаются такими же, какими были в молодости. Это осознанный выбор дев, которые к тому времени уже определили для себя идеал. А идеал в их понимании – то, что есть только на порядок лучше. Рыбы. Рыбы не молоды душой. Они скорее инфантильны и капризны. И с годами эти черты нисколько не уменьшаются. Но формально рыбы сохраняют все черты, характерные для детского восприятия мира. Жаль, что не только хорошее, но и спорное. Впрочем, они и сами это прекрасно понимают. А вы замечали эти черты за своими знакомыми? Напишите нам в комментариях. Добавим, что любому из знаков зодиака будет не лишним узнать пару советов от нас, как можно замедлить старение нашего организма. Конечно, речь идет не об эликсире молодости, его пока не изобрели. Однако несколько полезных и действенных рекомендаций гарантированно помогут вам замедлить процесс старения и чувствовать себя в разы лучше. Кунжутное масло. Это средство известно своими полезными свойствами еще из древних времен. Косметологи советуют нанести его на все тело массажными движениями и спустя несколько минут принять горячий душ, который смоет омертвевшие клетки и взбодрит организм. Старый добрый рыбий жир. Довольно эффективно замедляет процесс старения, улучшает работу сердца и иммунной системы, ускоряет рост волос. Откажитесь от плотного тонального крема. Ежедневное использование плотной тональной основы забивает поры. Она проникает в морщины и делает их еще более заметными. Лучше точечно наносить маскирующий карандаш, либо же легкий увлажняющий тональный крем. Используйте сахар правильно. Минимизируйте сахар в своем рационе. Он способствует развитию различных заболеваний и набору избыточного веса. Избавляйтесь от напряжения. Хуже всего влияет на состояние организма и общий тонус, избыточное напряжение, усталость и нервы. Пройдите курс массажа, займитесь дыхательными практиками, йогой и медитацией. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании.